Мы никогда не начинали этой риторики. Я уже не помню, как звали эту дамочку, бывшую премьер-министра Великобритании, которая на вопрос, когда она остановилась премьер-министром, сказала, что она готова нажать ядерную кнопку. Мы и так не говорили никогда. С этого всё началось. Мы просто ответили, что надо к этому относиться посерьёзнее, сразу же начали говорить о том, что мы бряцаем ядерным оружием. Мы не бряцаем. Это первое. Второе, что такое применение, неприменение, в каком случае применять. У нас есть ядерная доктрина, и там всё написано. Я вот вчера только разговаривал с руководителями этих информационных агентств, я об этом сказал. У нас там всё написано. Это применение возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, в исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина – это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину. Теперь это связано и с испытанием ядерного оружия. Мы его когда-то не только подписали, но и ратифицировали. Американцы его подписали, но не ратифицировали. Поэтому в сегодняшних условиях мы отозвали свою ратификацию. Но если надо будет, мы проведём испытания. Пока необходимости такой тоже нет, поскольку наши информационные возможности, компьютерные, позволяют нам всё производить в сегодняшнем виде. И тем не менее, мы прекрасно понимаем, что убыстрение движения по лестнице ядерной эскалации может сэкономить большое количество жизней. Потому что может оборзумить наших противников, которые, воспользовавшись тем, что мы в том числе имели такую лёгкую доктрину, я не сомневаюсь, что она будет изменена. Я надеюсь, что будет изменена скоро, и вы получите уже формальное право отвечать, если вы так решите, ядерным ударом на любые удары по нашей территории. Если мы не пойдём более решительно по лестнице эскалации, то не прогреваем ли мы даже и Всевышнего? Ведь Всевышний указал нам когда-то путь, когда он за беспутство и разврат уничтожил огненным дождём Содом и Гоморру. После этого человечество очень долгие годы помнило об этом и вело себя аккуратно, но теперь оно забыло про Содом и Гоморру. Так, может быть, вспомним об этом дожде, а это ведь и постараемся снова вразумить человечество, или ту часть человечества, которая потеряла веру в Бога и потеряла разум. — Без меня, может быть, нет? Зададите жару, они уже испугались. У нас даже нет необходимости думать на эту тему. Пожалуйста, и я тоже всех бы просил лишний раз в сует такие вещи не упоминать. Решения и мои, и моих коллег, с которыми я работаю по этому направлению, они не связаны с какими-то колебаниями. Колебаний нет и быть не может. Если, не дай Бог, дойдёт до каких-то ударов, то все должны понимать, что у России есть система СПРН, система раннего предупреждения о ракетном нападении. У США есть. Больше в мире нигде такой системы развитой нет. У нас есть. В Европе развитой системы нет. Они в этом смысле более или менее беззащитны. Это первое. Второе – мощность ударов. У нас наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В три, в четыре раза. У нас по количеству их в разы больше. И на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США. У нас всё равно в разы больше. Но если дойдёт, не дай Бог, чего бы очень не хотелось, я перекричусь. Значит, ну, то тогда, вот Вы сказали, мы сократим жертвы, но они могут взрасти до бесконечности. Это первое. А второе – конечно, эти же самые европейцы должны будут задумываться. Если, значит, те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся-то американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет. Я очень сомневаюсь. И европейцы тоже должны об этом подумать. Это безусловно. Но я всё-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдёт. И у нас нет такой необходимости. Мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем. Потому что в прошлом году мобилизация, которая у нас прошла, мы призвали 300 тысяч человек. Но в прошлом году без всякой мобилизации добровольно наши мужчины, наши люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с вооружёнными силами. Их было свыше 300 тысяч человек. Свыше 300 тысяч. С начала года военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек. Каждый день у нас где-то тысяча с лишним приходит в военкоматы. Добровольно. Вы знаете, вот когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы. Аплодисменты.